Углегорский район Создание приюта для бездомных животных обсуждают жители района бурно, активно и даже агрессивно Как оценили мастерство преподавателя Шахтерской детской школы искусств Ольги Белявской на международном онлайн-конкурсе В Сахалинской области отменили режимные ограничения на въезд, цифровой пропуск и справку об отсутствии коронавирусной инфекции Решение принял губернатор Валерий Лемаренко По официальной информации, ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется Также говорится о том, что способствует этому массовая вакцинация жителей островов Стартовала она с конца прошлого года В Углегорскую ЦРБ поступило 890 доз вакцины Прививку от коронавирусной инфекции сделали уже 570 жителей Углегорского района Тему продолжит Дарья Кораблева Небольничная пневмония – самое опасное осложнение COVID-19 Сухой кашель, температура, одышка – основные симптомы Самолечение опасно Точный диагноз можно определить только с помощью компьютерной томографии и рентгенографии Главная особенность данного заболевания, то есть небольничной пневмонии То, что она протекается очень скудной симптоматикой Но, однако, с крайне выраженными изменениями легочной ткани Выше среднего количества заболевших фиксируют в пяти районах области Тамаринском, Невельском, Паранайском, Корсаковском и Углегорском Чаще болеют взрослые и подростки Причина все та же – несоблюдение эпидемиологических мер Ситуация по заболеваемости неболечной пневмонии на территории Сахалинской области напряженная Регистрируется уровень заболеваемости больше среднем многолетних показателей По итогам последней недели, если смотреть, то среднем многолетний контрольный уровень превышает 400% Вакцинация – способ борьбы и с ковидом, и с последствиями – пневмонией В Сахалинской области прививку сделали более 7500 человек Из них в Углегорском районе – 570 Врач-хирург Игорь Козлов неделю назад прошел первый этап вакцинации Необходимо прививаться, тем более в период такой серьезной эпидемиологической обстановки Опять же, патология коронавирусная инфекция – это серьезная патология Люди от нее умирают Но опять же, в первую очередь мы являемся первым звеном, работаем с пациентом В Сахалинской области зарегистрировано более 19500 случаев заболевания COVID-19 Более 16000 человек выписаны, 27 умерших, 3000 человек проходят лечение В Углегорском районе на самоизоляции наблюдается 131 человек 70 из них с коронавирусной инфекцией Вакцинация – это элемент социального поведения, уважительного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих Информация о привитых лицах вносится в федеральный регистр вакцинирования Затем, по желанию, можно получить электронный сертификат и QR-код на сайте госуслуги Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, Углегорские новости Число брошенных собак в Углегорском районе скоро может достигнуть критической отметки Как решить проблему, мы пытались разобраться в этом вопросе Это персик. Еще полгода назад у него не было ни дома, ни даже имени Летом 2020-го собаку сбила машина Такое часто случается с бездомными животными Правда, персику повезло Его нашли и спасли, теперь у него есть дом и хозяин Однако история персика в Углегорском районе – это точное исключение из правил А правило скорее выглядит вот так Почти в каждом дворе Углегорска и Шахтерска десятки бездомных собак и кошек Есть они и в селах Сколько всего в районе брошенных животных не знает никто Однозначно счет идет на десятки сотен Не знают и что с ними делать, обсуждение этой темы бьет все рекорды Точка зрения есть у каждого Я уже написала Лимаренко письмо Значит, я Водянова, я живу вот в этом доме Это все бесполезно Я написала ему и сказала, говорю, в порту собак больше, чем как людей Конечно, если бы приют открыли где-нибудь бы в лесу Надо кому-то ухаживать, надо их кормить, надо готовить, надо деньги на это А я лично против приюта Вполне нормально, если они будут жить в приюте и никуда не ходить Как они вот сейчас вот бегают Потому что они не только здесь Это получается у нас здесь стая Там стая, где был клуб раньше В городе сколько стая таких бегает Если она вам не нужна, для чего их берете Поэтому вот такая получается ерунда Чем ласковее к ним относишься, тем лучше они будут Ну это правда, поверьте мне Да, я за питомник, потому что нельзя Вот маленькие щенки, жалко их Отстреливать, извините, я не могу Этого нельзя делать Но дальше стерилизовать их тоже, это очень дорого Понимаете, надо, все-таки питомники надо открывать Ну я бы согласен был бы, чтобы собаки лучше были бы в приюте Чем они вот так вот будут бегать и детей кусать Вот у меня сосед, он сколько раз уже писал в прокуратуру И как бы собаки кидались на ребенка Ну я ничего не могу поделать Бездомные животные – головная боль не только местных жителей, но и властей Сейчас муниципалитетное так называемое регулирование численности безнадзорных животных Получает чуть больше одного миллиона рублей в год Это капля в море Число животных растет в геометрической прогрессии Как и количество жалоб С требованиями убрать их с улиц района Реагировать на такие требования властям мешает нехватка денег А еще закон, он кстати на стороне животных Животные должны быть защищены от жестокого обращения Запрещается пропаганда жестокого обращения с животными А также призывы к жестокому обращению с животными Ситуация в Углегорском районе накаляется с каждым днем Похоже, единственный вариант решить проблему законно А главное гуманно – открыть приют Власти посчитали, чтобы это сделать надо около 20 миллионов рублей ежегодно Потом в последующих годах эта сумма уменьшается примерно в два раза Но тем не менее около 10 миллионов надо на содержание животных Мы считали из той численности, что не менее примерно около 200 животных мы будем содержать Но это очень большая цифра на самом деле, 200 животных В дефицитном бюджете этого года лишних 20 миллионов точно нет И в будущем ситуация вряд ли изменится Открыть приют можно на пожертвование населению Углегорского района 17 125 человек Из них трудоспособных 7 600 Это примерно 45 процентов Мы посчитали, чтобы собрать 20 миллионов на приют Каждый работающий углегорец должен ежегодно вносить свою лепту 2600 рублей Расчет примерный Во-первых, не каждый согласится с такими тратами Во-вторых, у приюта могут появиться финансовые кураторы Из числа предприятий района или щедрых меценатов Судя по комментариям в социальных сетях, многие углегорцы идеи с приютом готовы поддержать финансово Потому что я вижу, есть реакция Люди действительно дают нам советы, пишут свое мнение Изучив ее, мы, естественно, совместно с населением будем принимать такое решение Примеров, когда приют существует на пожертвование, множество Илья Саютин живет в Хабаровске Но в Углегорске бывает регулярно Он уверен, люди здесь должны менять свое отношение к животным В сторону ответственного Проблема с бездомными кошками и собаками возникает исключительно по вине человека Приюты не решат резко проблемы бездомных животных Они со временем помогут взять под контроль численность животных на улицах В течение месяца среднее содержание собаки в среднем по Хабаровску отходится 4,5 тысячи рублей Это 150 рублей в день Поверьте мне, это не так много Как видите, собаки не агрессивные Сейчас на сайте углегорск.ньюс организован опрос о готовности каждого внести свой вклад в создание и поддержку приюта Ссылка на экране Алина Голоскок, Екатерина Петрова, Александр Гагаркин и Евгений Мелехов Углегорские новости Мусорный коллапс в первой половине января беспокоил жителей Углегорского района Контейнерные площадки были заполнены отходами Кое-где мусор вывозили нерегулярно О причинах расскажет Дарья Кораблева Вон, подойдите, вон, интернациональный 13 Все баки, там, 5 баков и все полные Да, конечно, бывает периодически А так, ну, допустим, я живу на Победе 172 Там регулярно вывозится все и крупный мусор убирается Ну, я бы сказал, что, в общем-то, по два раза подъезжают даже мусорные машины Так что не могу сказать, что они полные С 1 января 2021 года в Углегорском районе За своевременный вывоз твердых коммунальных отходов Отвечает южно-сахалинская компания «Комфортстрой» До этого несколько лет работы выполняло Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского округа Региональный оператор без расторжения договора С Углегорской коммунальной службой Подписал договор на вывоз мусора с новым подрядчиком «Комфортстроем» Улица Егорова, 2 время уже 15.09, мусорный контейнер до сих пор не выгруженный С утра тоже были полные 1.01.2021 год Полные мусорные баки были всю первую половину января Жители били тревогу «Комфортстрой» не справлялся с работой Техника нового подрядчика не приспособлена К условиям работы в Углегорском районе До обеда был коллапс, мусор в принципе не вывозился Ту технику, которую привез сюда новый перевозчик Она, скажем так, предназначена для работы в больших городах При отсутствии снега У нас же машины более повышенной проходимости Которые приспособлены к работе в наших условиях Возник спор, кто будет работать и как Сейчас мусор вывозят две компании При этом региональный оператор настаивает На полной передаче услуг по вывозу твердых коммунальных отходов На компанию Южно-Сахалинска «Комфортстрой» У ЖКХ Углегорского городского округа Кроме действующего договора Есть еще и штат сотрудников Которые могут остаться без работы Так что этот спор теперь будут решать в суде На сегодняшний день на территории округа Продолжают работать два подрядчика Это наше муниципальное предприятие И новое общество с ограниченной ответственностью «Комфортстрой» Договор не расторгнут И этот спор двумя хозяйствующими субъектами Будет разрешен в суде Вопрос, кто будет работать и как, решит суд А сейчас мусор вывозят Пять единиц техники и 20 человек Личного состава жилищно-коммунального хозяйства Углегорского городского округа И компания «Комфортстрой» В случае, если в вашем дворе Контейнерные площадки переполнены Сообщите об этом по телефону 43-199 Ведь юридические споры Не должны мешать комфорту Жителей Углегорского района Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, Евгений Мелехов Углегорские новости В Шахтерске появится новый аэровокзал Главное предприятие Аэропорт Южно-Сахалинск Объявило тендер на подготовку проекта Еще в 2010 году Износ терминала оценивали в 58% В сентябре 2020 года Южно-Сахалинский аэропорт Провел тендер на поставку Модульного здания для обслуживания пассажиров Шахтерски Обещают уже в ближайшее время Начать его строительство Пока расчистили площадку Для будущего аэровокзала Длиной 15 метров И шириной 35 Воздушная гавань полеты Не остановит Сносить старое здание Пока не планируют Ликвидация, возможно, будет Но ни сегодня, ни сейчас В настоящее время Заводятся материалы Готовится площадка Для того, чтобы возвести Новые сооружения Новый аэрокомплекс Жители Углегорского района Могут сэкономить На покупке билета На автобус по маршруту Номер 527 Шахтерск Южно-Сахалинск Шахтерск Для этого надо приобрести Транспортную карту Если с ней покупать билет Скидка составит 35% И заплатить нужно будет 650 рублей вместо 1000 Пополнить счет транспортной карты Можно в личном кабинете На сайте РФ БАС Или через приложение Приобрести ее можно Только в кассах Шахтерска и Южно-Сахалинска Стоимость 50 рублей в Шахтерске И 100 рублей в Южно-Сахалинске Для покупки транспортной карты Необходимо взять с собой паспорт И заполнить анкету Скидка по карте Действует не только По маршруту Шахтерск-Южно-Сахалинск Но и на покупку билетов По другим маршрутам Пассажир, как обычной транспортной картой Расплачивается ею на маршруте Это либо, возможно, у водителя Через кассовые аппараты МСПОСы Либо непосредственно в кассе Это у нас получается В кассе поселка Шахтерск И срабатывает в автоматическом режиме Сразу скидка И человек за место 1000 рублей Билет, который у него есть Он оформляется билет за 650 рублей По факту гибели водителя самосвала В Шахтерском порту Возбудили уголовное дело Трагедия произошла 2 декабря Прицеп одного угольного большегруза Рухнул на кабину другого Водитель 1983 года рождения Который в этот момент Находился в кабине Погиб Следователи выясняют Обстоятельства ДТП И виновных случившимся В ходе следствия установлено Что при разбрузке автомобиля С прицепом Один из водителей Нарушил правила Дорожного движения В связи с чем Его автомобиль наехал На кучу с углем И перевернулся В результате падения Открытым кузовом прицепа Была смята кабина Рядом стоящего автомобиля По вопросам рекламы Объявления бегущей строки Обращайтесь к нашим специалистам Телефонные 43 021 И 8 924 283 0447 Прямо сейчас Прервемся на рекламу Не переключайтесь Скоро вернемся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вечером среды 27 января Из-за снежного циклона Закрыли дорогу Ильинская-Красногорск До официальной остановки движения Из Южно-Сахаленска В Углегорский район Успел выехать регулярный автобус Пассажирам и тем, кто ехал На личном транспорте Пришлось ночевать в школе Села Ильинского Ночь прошла спокойно Организовали места для отдыха И горячее питание На следующий день Рейсовые автобусы И другие автомобили Смогли продолжить движение В России меняются правила Сдачи экзамена на права Изменения вступают в силу 1 апреля 2021 года Вокруг поправок Уже много споров А вот каких Узнала Юлиана Александрова Анжелика Сергеева Третий месяц Учится в автошколе За рулем Пуси учебного автомобиля Пока не на дороге А на площадке Чувствует себя уверенно И уже в феврале Будет сдавать экзамены на права Пока еще по старым правилам В этом году Вот мы Наша группа Не попала В это Ну Будем Как говорится Дай бог тем людям Которые Если попадут на это В октябре Чтобы они сдали И у них все получилось Авторы нового Экзаменационного регламента Уверены Изменения будут полезны Начинающим водителям Вступят в силу Уже с 1 апреля этого года И это точно не шутка В новом регламенте Появилась строка О том Что начинать экзамен Можно с тупиковых участков дорог За пределами Жилой застройки Такой формулировкой Площадку официально не отменяют А скорее объединяют с городом Если раньше Курсант сдав Эта площадку Но провалив город Ему площадку Повторно сдавать Не надо было То сейчас Это одна часть То есть Если вы провалили Что-то из составных частей Вот этого практического экзамена Вам уже придется Его пересдавать полностью И заучить наизусть Маршрут экзамена Также больше не получится По новым правилам Они будут свободными Какие участки дороги Будут исследованы При сдаче экзамена Мы не знаем Потому что экзаменатор Он сам будет Определять участок И сам будет Упределять Именно те упражнения Которые необходимо Экзамену ему Выполнить Во время сдачи экзамена В ГИБДД Еще одно изменение Сдавать экзамен Можно будет с 16 лет Но стать полноценным Участником дорожного движения Только с 18 И эта часть Нового регламента Самая спорная До этих нововведений Экзамен можно было Сдавать с 17 лет А к сдаче экзамена Допускаются лица Возрастом не менее 17 лет Есть федеральный закон И как это будет действовать Непонятно Надо депутатам Госдумы Либо быстро изменить Закон о безопасности Дорожного движения Либо фактически Министерство юстиции Должно забраковать Еще один важный момент В машине при проведении экзамена Смогут находиться Несколько человек Будущий водитель Инспектор ГИБДД Представитель автошколы А также другие кандидаты Это по мнению авторов Нового регламента Поможет бороться С возможной коррупцией При сдаче экзамена Юлиана Александрова Екатерина Петрова Александр Гагаркин Углегорские новости В Углегорске Состоялось первенство По лыжным гонкам В соревнованиях Приняли участие Более 30 человек Для спортсменов Подготовили трассы На 2, 3 и 5 километров На первенство Приехали ученики Краснопольской И Пореченской Сельских школ По результатам заезда На 2 километра В категории 14 лет и моложе Елена Зарубина Алла Казарина Юлия Дэй Забрали призовые места Юноши 14 лет И младше Артем Зимин Кирилл Саенко Константин Журавлев Девушки в категории От 17 до 18 лет На 3 километра Полина Стрельникова Вера Воронцова И Галина Спирина Юноши Владимир Беляев Александр Масевнин Илья Спирин Призовые места На 3 километра Среди женщин Забрали Людмила Юрченко Елена Усова И на 5 километров Среди мужчин Дмитрий Осипов Андрей Воробьев И Владимир Карцев Хоккейная команда Юниоров Легион Отправилась на областные Соревнования Золотая шайба До этого ребята Проходили отборочные Испытания На хоккейном корте В Углегорске Как все проходило Расскажем прямо сейчас Серия плей-офф До двух побед Легион и Легион 2 На районных соревнованиях Противники А на областных Командах Отборочные игры Хороший повод Показать свои способности Третий год подряд Мы принимаем участие Во всероссийских соревнованиях Юных хоккеистов Золотая шайба И чтобы поехать на область Я должен привести В результат Муниципального этапа В первой игре Легион с первых минут Взял инициативу В свои руки И к третьему периоду Четыре шайбы в воротах Игроки знают Свои сильные и слабые стороны Минусы Потому что я Не так долго хожу Потому что Слишком поздно Начал ходить на хоккей Оно плюсы Шустрые Быстрые Ловкие Ну еще Иногда Хорошо бросаю Иногда очень хорошо Даже бросаю Иногда вообще не получается Сергей Колобов Пришел в хоккей Как уверяет сам Чтобы стать первым Равняется на старшего брата Максима Колобова Который сам Недавно исполнил мечту Серебро На первенстве России По прыжкам на лыжах И Сергей тоже знает Как стать лучшим Добиваться своей цели И тренироваться Продолжать Продолжать тренироваться На тренировках работают Над катанием Захватом шайбы И командной игрой Муниципальные соревнования Помогают тренеру Эдуарду Осипову Увидеть основные ошибки Делил их так Как они будут играть У меня на области То есть их у меня Едет 11 Вместе с вратарем Вот И 5 человек Это первое звено 5 еще Это второе звено Вот чтобы они И наиграли здесь Поняли кто где играет Как играет Чтобы на области Им было уже чуть привычной В своей пятерке играть Первый матч закончился Со счетом 4-3 В пользу легиона На второй день Победитель определился В овертайме Со счетом 2-0 И снова легион Кубки медалей И сладкие призы Получили все участники соревнований А сейчас юные легионеры Представляют Универский городской округ На областном этапе юных хоккеистов Золотая шайба Два дня на поле Помогли как следует Раскататься перед ответственным матчем Дарья Кораблева Александр Гагаркин Евгений Мелехов Углегорские новости В Углегорске Почтили память Погибших во время блокады Ленинграда Это одна из самых трагичных страниц Великой Отечественной войны Длилась блокада 872 дня С 8 сентября 1941 года По 27 января 1944 И унесла жизни более миллиона людей В среду 27 января В день полного освобождения Ленинграда От фашистской блокады В Углегорске состоялась ежегодная Всероссийская акция памяти Блокадный хлеб Акция напомнила нам о муках блокадников И еще о том, что даже в невысомой Для человеческой жизни условия Великий русский народ Смог выжить и выстоять Я думаю, что сегодня мы смогли вызвать У участников эмоциональный оплик И гордость за мужество Ленинградцев Лауреатом международного конкурса Стала преподаватель из Шахтерской детской школы искусств Имени Лядова Ольга Белявская Конкурс проводился в онлайн формате В жюри были заслуженные народные артисты России Наша съемочная группа встретилась с Ольгой Белявской И узнала все подробности Ольга Белявская из родного Шахтерска Не улетела Любовь к музыке с самого детства Семи лет обучалась игре на скрипке И хоровому пению Окончила Санкт-Петербургский государственный институт культуры И вернулась работать в школу В которой сама же и изучала музыку Сейчас преподает вокал И хоровое искусство Старается чаще выходить на сцену Пусть и онлайн Планы у нас подвешены В подвешенном состоянии, к сожалению Потому что из-за пандемии Это все у нас Весь творческий процесс прервался И 20-й год он был полностью без концертов Вот мы и выкручивались онлайн конкурсами Вот они очень, кстати, помогли в 20-м году Чтобы не было застоя Потому что все-таки музыкальная школа Люди творческие И без концертов жить Ну уже все, душа просит Душа просила принять участие В международном музыкальном конкурсе Goodwin Art Жюри самое строгое и профессиональное Выступление Ольги Белявской Оценивала Екатерина Стародубровская Профессор кафедры сольного пения Российской академии музыки имени Гнесиных Ольга Константиновна Белявская Певица обладает голосом приятного тембра Музыкальностью Частоту интонации Гибкой фразировкой На конкурсе она исполнила Два зарубежных произведения Арию Сюзанны из оперы Моцарта «Свадьба Фигара» И роман с Рихардом Штрауса «Аллер Зейлин» От жюри не только оценка, но и профессиональные советы А еще участие в таких конкурсах Это хороший пример для учеников Ольги Белявской Мне 11 лет Сюда я хожу 5 лет Мне очень нравится сюда ходить Потому что родители меня отправили сюда Потому что с детства я очень люблю петь и танцевать Я очень люблю музыкальную школу Я хожу на вокал, на хор Мне это очень нравится Ольга Константиновна очень хороший учитель Он меня всему учит Мне кажется, что я вырасту и стану певицей Пандемия не причина отменять выступления Сегодня в детской школе искусств 256 учащихся И выходить на сцену, пусть и в онлайн формате Для них также важно, как и посещать уроки музыки Участие в таких мероприятиях Они очень мотивируют учащихся на обучение На дальнейшее обучение Потому что это формирует такие личностные качества Как высокая самооценка и самоуважение Потому что победы, которые дети получают Они являются самым главным мотивом в обучении И являются частью очень такого системного процесса обучения и воспитания Впереди у школы возможность выступить на концертах 23 февраля, 8 марта и 9 мая То, что было когда-то календарным и традиционным Сегодня под вопросом и с надеждой Но даже если ограничения не дадут выйти вживую на сцену Есть онлайн формат, уже успешный и проверенный Юлиана Александрова, Александр Гагаркин, Углегорские новости Жители Углегорского района приглашают принять участие в конкурсе «Нашествие снеговиков» Мероприятие планируют провести 30 января в 12.30 у районного Дома культуры «Октябрь» В этом году условия конкурса изменились Теперь участие могут принять команды до 10 человек И место для построения фигуры выбирается самостоятельно Получить дополнительную информацию о конкурсе можно по номеру 43-302 Каждая команда имеет возможность придать эксклюзивный образ своему снеговику Используя различные подручные материалы и атрибуты Время, отведенное на выполнение, также остается неизменным 2 часа Абсолютно у каждого есть уникальная возможность дать полет своей фантазии И весело провести время в кругу семьи, друзей и коллег Это были Углегорские новости Далее о погоде расскажет Надежда Скоробогатова А я с вами прощаюсь, до скорой встречи По прогнозу ГИСМЕТИО Завтра в Углегорском районе ожидается пасмурная погода Днем 6, ночью 11 градусов ниже нуля Порывы ветра до 15 метров в секунду В воскресенье пасмурно, небольшой снег Днем минус 12, ночью минус 13 градусов Ветер умеренный В понедельник переменная облачность, небольшой снег Температура днем 14, ночью 16 градусов ниже нуля Ветер до 17 метров Во вторник пасмурно, снег Днем минус 11, ночью до 16 мороза Ветер усилится до 20 метров В среду также пасмурно, снежно и ветрено Днем минус 17, ночью минус 19 градусов В четверг пасмурно с небольшим снегом Днем минус 17, ночью мороз 20 градусов Ветер умеренный В пятницу ожидается пасмурная погода Небольшой снег, температура днем 15, ночью 17 мороза Порывы ветра до 13 метров в секунду Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин